Образцовый танцевальный коллектив «Палитра» вернулся домой с очередной победой. Участие во всероссийском и международном фестивале-конкурсе «Юность» принесло лабутнанским танцорам гран-при. Конкурентами «Палитры» были 17 сильнейших коллективов из России. С победителями встретилась Дарья Самородова. Первая репетиция после поездки и сразу генеральная. Ребята готовятся к благотворительному концерту. И в таком темпе участники коллектива «Палитра» и их руководители живут постоянно. Успели к нему привыкнуть и самые младшие воспитанники. Накануне младшая группа вернулась из поездки с победой. Они побывали в Москве на фестивале-конкурсе «Юность». Съездили отлично, привезли два гран-при, два первых места. Возили мы два массовых танца, два танца-дуэт у нас возил Жорик Кузнецов и Соня Ребрушкина. Сольный номер Дима, два сольных номера Дима Сайдашев, морячок и бравый атаман. И от ДК ездил у нас еще мальчик, который и танцует, и поет, возил с собой вокал. В массе мы взяли гран-при соло Дима Сайдашев в первое место. Певец Богдан Панченкова взял тоже первое место. И гран-при у нас взял дуэт Жорик Кузнецов и Ребрушкина Софья. В Москве ребята пробыли два дня. Каждый был наполнен яркими событиями. На фестиваль палитра возила семь номеров. Им предстояла борьба с 17 сильнейшими коллективами России, среди которых настоящие профессионалы хореографии. Надо сказать, что младшая группа выезжала на конкурс впервые. А потому столь высоких результатов они не ожидали. Такие эмоции не передать. Там было очень много впечатлений. Сначала думали, что ничего не займем. Первый раз это очень сложно. Георгий Кузнецов и Софья Ребрушкина танцуют в дуэте уже шестой год. И тем не менее, это был их дебют на большой сцене. Признаются, было очень сложно. На конкурс пара возила два номера. И оба были признаны лучшими. С момента поездки прошло уже несколько дней. А юные звездочки все еще полны эмоций и воспоминаний. На сцене, когда стояли, когда было награждение, взялись крепко за руки. Но мы не ожидали, что прям вообще становилось все меньше и меньше дипломов. Мы очень волновались. Некоторые даже подумали, что мы вообще ничего не выиграли и не проиграли. И когда объявили, что студия «Ямальские звездочки» получает гран-при, мы вообще скакали по сцене, бежали. Много было разных эмоций, впечатлений. Очень сильно радовались. Всех жюри расцеловали. Прям вообще. Мы были просто в шоке. Потому что, особенно когда потом объявили наш дуэт, это было просто поразительно. Мы думали, что это так сложно. А мы взяли и заняли такое высочайшее место. А вот Дмитрий Сайдашев покорял московскую сцену с двумя сольными номерами. Его танец «Морячок» жюри признал лучшим. По словам Димы, главная сложность заключалась в том, что сцены, на которую проходил фестиваль, было меньше, чем в родном доме культуры. Но благодаря поддержке руководителей и постоянным репетициям Дмитрию удалось выступить без ошибок. Движения были сложные. Да, я не говорю, что такие. Были такие прям, не знаю. Я учил их, смог сделать все-таки. Не побоялся. Первая победа на фестивале-конкурсе «Юность» для каждого из этих ребят – новая вершина, за которой должна обязательно последовать следующая. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Премьеместное». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...